Пушкинская карта — это не просто бесплатное посещение музеев, выставок, спектаклей и других учреждений культуры. Это еще и возможность для молодежи раскрыть свой творческий потенциал. А с 2022 года в список программы вошли еще и кинотеатры. Подробнее об этом смотрите в следующем сюжете. С 1 сентября 2021 года в России стартовал масштабный проект «Пушкинская карта». Благодаря ему молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет за счет государства могут посещать культурные мероприятия по всей стране, совершенно бесплатно. Напомним, что Пушкинскую карту можно получить через портал Госуслуг. Карта доступна в электронном и обычном формате. Номинал ее в 2022 году составил 5000 рублей. На эту сумму можно покупать билеты на культурные мероприятия. Процесс ничем не отличается от обычной покупки билетов. Я была в драмтеатре уже на многих спектаклях, например, «Вишневый сад». Недавно была также на постановке по «Оскару Вальду», как важно быть серьезным. Данная карта – это прекрасное видение, позволяет многим людям, ну не людям, а подросткам, школьникам посетить мероприятия, которые раньше были недоступны. А с 10 января владельцы карты могут посещать не только выставки, спектакли, музеи, но и кинотеатры. В программу проекта входят фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. Готовны стать участниками расширенной проекта подтвердили кинотеатры Верхневожья «Панорама» и «Звезда в Твери» и кинотеатр «Панорама в Удобле». В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2000 рублей. В Верхневожье Пушкинская карта действует в 14 учреждениях культуры. С данным списком вы можете ознакомиться в бесплатном приложении «Госуслуги культуры». В их число входит киноконцертный зал «Панорама», в котором недавно выступил кроссовер ансамбль «Терем-квартет». Я узнала, что будет выступать «Терем-квартет». Они играют преимущественно на народных инструментах. Мне это очень интересно, потому что моя семья непосредственно с этим связана. Мой дедушка по линии мамы прекрасно играл на гармошке. У папы мечта научиться играть на гармошке. Ну и, естественно, они надеются, что у меня будет тоже такой навык. Проект «Пушкинская карта» не только позволяет молодежи приобщаться к богатейшему культурному наследию нашей страны, но и придает новый импульс развитию всей отрасли, считает Игору Дене. При этом сама карта действует на всей территории России без ограничений. То есть ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествия по стране.